Эфир телеканала СТВ продолжает новости. Студия Ирина Мартьянова. Здравствуйте. Несколько сотен человек пришли сегодня на выездные приемы граждан, которые в Минске и регионах проводят представители власти. Среди тем, которые поднимают белорусы, не только нюансы реализации декрета о социальном иждивенчестве. Так, используя возможность пообщаться с главой администрации президента Натальей Качановой, люди задают вопросы, которые не меньше волнуют их сегодня. Президент еще раз четко поставил задачу о необходимости более серьезной работы по отношению к гражданам. Если люди обращаются, мы должны рассматривать оперативно, объективно те обращения, которые поступают. Поэтому в администрации президента создана мониторинговая группа, которая будет выезжать в регионы. Это будет такой традицией. Мы будем выезжать в регионы, проводить приемы по личным вопросам для того, чтобы видеть, как проводится эта работа на местах. Но есть еще один вопрос, который всегда я озвучиваю и говорю. Вы знаете, тогда, когда люди обращаются в вышестоящие инстанции, это неправильно. На местах руководители местных органов власти, руководители предприятия, организации должны решать эти вопросы. Конечно, есть такие вопросы, которые надо решать на республиканском уровне, и это правильно. Но вместе с тем, это показатель в работе местных органов власти. Уже около пяти часов продолжается прием граждан в Витебске. Здесь с жителями региона общается помощник президента по Витебской области. Несмотря на то, что отведенное время для такой встречи уже закончилось, Александр Поздняк намерен пообщаться с каждым. Всю жизнь я работала, сразу после школы, поэтому вопрос, уплата налога или нет, не возникает. То есть платить – да. Все, кто могут, должны платить. Конечно, у некоторых я вот сама столкнулась, никогда не думала, что будет трудная ситуация. В трудной ситуации, конечно, надо разобраться, может, помочь людям. Недостаточной информации было для людей о том, каким образом использовать нормы декрета. Вот смотрите, десятки-десятки людей, и они не все знают. Кто-то, может быть, и знает, но хочет каким-то образом избежать вот этого сбора на уплату государственных расходов, а большинство ведь и не знают. Поэтому вот это наша недоработка, которую вот таким приемом мы восполняем. Нескольким обратившимся пообещали помочь с поиском работы. Уже завтра утром их ждут в областном комитете по труду, занятости и соцзащите с конкретными предложениями. Отдельным людям рекомендовали написать заявление в Витебский грузполком с просьбой пересмотреть размер сбора на финансирование госрасходов или вовсе его отменить. Кроме сегодняшних, приемы будут вестись также завтра, 23 и 24 февраля. Детальный график можно найти на сайте нашего телеканала ctv.by. Запись на прием ведется по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в вашем исполкоме или администрации района. В Беларуси и Россия согласовали очередной вариант разрешения нефтегазового конфликта. Об этом сегодня сообщил журналистом Владимир Семашко. Заместитель премьер-министра отметил, что решение о подписании договора может быть принято уже на следующей неделе. Ожидается, что этот документ должен урегулировать спорные вопросы между странами по поставкам нефти и цене на газ. Напомню, Беларусь настаивает на снижении стоимости российского газа. Также стороны прорабатывают взаимоприемлемые условия по поставкам нефти. Одно из систем образующих концернов, один из, это Белный Птихим. Поэтому ввиду того, что во второй половине прошлого года в два раза были сокращены, а если быть точно на 5,5 миллионов тонн поставки нефти, естественно, наш один из образующих концернов не додал своей продукции. Поэтому мы не дотянули до выполнения, которое было прописано. А если бы Белый Птихим имел достаточно ресурсов, сырья, то есть от нефти, то, безусловно, мы бы где-то на уровне были где-то 101, может, 101,5 процента. В целом же, по итогам прошлого года, Минпром Беларуси сохранил положительную динамику в экспорте и объемах производства. Свою роль сыграли диверсификация рынков и импортозамещение, а также государственная поддержка. В предприятии, получая льготные кредиты и субсидии, половину произведенной продукции обязаны экспортировать, а производимая техника и товары для реализации внутри страны конкурировать не только по качеству, но и цене с иностранными аналогами. Дебютная партия белорусской молочной продукции отправилась на рынок Сирии. В качестве первой пробы потребителям предлагается отведать наше сухое молоко и сливочное масло. Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, Сирия заинтересована в поставках наших продуктов. Не исключено, что в будущем ассортимент экспорта будет расширен, а в апреле отечественное мясомолочное предприятие проведет презентацию своих возможностей для стран Ближневосточного региона. Украина ввела режим чрезвычайного положения в энергетике страны из-за дефицита угля. Проблемы возникли в связи с блокадой поставок полезных ископаемых из Донбасса. По словам украинского премьера, такое решение неподконтрольных Киеву территорий приведет к остановке металлургических предприятий и подрыву экономики страны. Между тем, власти заверяют, что отключать электроэнергию будут только в крайних случаях. 9 человек, включая ребенка, погибли при авиаударе в Йемене. Инцидент произошел недалеко от столицы страны. Сообщается, что атака пришлась по траурной церемонии. По данным медиков, еще 10 женщин получили ранения. Отмечу, вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Накануне генеральный секретарь ООН призвал возобновить переговоры по урегулированию ситуации. На 8 марта в США запланирована акция «День без женщины». Об этом заявили организаторы массового женского марша в Вашингтоне. На просторах социальных сетей они призывают всех представительниц прекрасного пола присоединиться к шествию. Предыдущие акции проводили, чтобы обратить внимание на якобы неуважительные высказывания Дональда Трампа в адрес женщин. Подробности о предстоящей запастовке будут оглашены на следующей неделе. Грабителя в Риме опознали по шнуркам. Накануне мужчина ворвался в помещение аптеки, размахивая ножом. Фармацевт не растерялся. Он быстро забаррикадировался и стал защищаться с помощью стула. Один из посетителей бросился на злоумышленника и смог повалить его на пол. В результате нападавший, так ничего и не взяв, убежал с места преступления. Несколько дней спустя его задержали на улице, опознав по ярким шнуркам. Стоит отметить, 45-летний мужчина недавно отсидел 6 лет за ограбление этой же аптеки. 10 человек погибли в результате ДТП на севере Таиланда. Еще четверо получили ранения. На трассе столкнулись цементовоз и микроавтобус, после чего в них врезались еще два автомобиля. По данным полиции, водитель грузовика хотел уйти от столкновения с мотоциклом, который пытался его подрезать. Однако он не справился с управлением и машину вынесло на встречную полосу. Водитель цементовоза и все пассажиры, находившиеся в микроавтобусе, погибли на месте. Заседание в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии проходит в столице Казахстана. По ее итогам планируется проведение пресс-конференции. Одним из результатов переговоров может стать создание оперативной группы мониторинга, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня. На заседании присутствуют делегации России, Турции и Ирана, которые выступают гарантами перемирия. Участие также принимают представители США, ООН и Иордании. Удастся ли правительству и вооруженной оппозиции прийти к соглашению, покажет время. В Новой Зеландии идет массовая эвакуация из-за лесных пожаров. Более тысячи человек вынуждены покинуть свои дома. Пламенем охвачен город Крайстрич. Стихия уничтожила здесь уже 11 жилых зданий. С возгораниями борются более 300 специалистов. Также задействована авиация. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ. Около полутысячи иностранцев посетили Беларусь без визы. Больше всего гостей прибыло из Германии и Польши. Около 80 туристов из каждой страны. Возможностью познакомиться с Беларусью за пять дней воспользовались и жители Апенинского полуострова. В нашу страну прилетели почти 50 итальянцев. Активно путешествуют также литовцы, французы и англичане. Напомню, с 12 февраля через национальный аэропорт без визы в Беларусь могут приехать граждане 80 государств. Это страны ЕС, Бразилия, США, Япония и другие. Пчельная новость. Сегодня не встала журналисты и телеведущего Григория Новикова, стоявшего у истоков создания нашего телеканала. Фотограф, корреспондент, главный редактор, ведущий и автор телевизионных программ. Несколько лет подряд Новиков оставался в тройке лучших корреспондентов ТАСС. Он был непримиримым и порой жестким репортером и таким же требовательным в общении с молодыми журналистами, которые под его началом только начинали учиться профессии журналиста. Григория Новикова не стало на 71-м году жизни. Коллектив столичного телевидения выражает соболезнования родным и близким Григорию Новикова. Китайские иероглифы появились на центральном рынке Гомеля. Их на ценники добавили продавцы мясной продукции. Баранина, говядина, свинина и субпродукты на китайские перевели весь ассортимент. Автор идеи, продавец с 17-летним стажем Наталья Леонова уверена, что в ее работе самое важное – говорить с покупателем на одном языке. Объясниться словами с клиентами из Поднебесной пока сложно, но первые шаги продавцы уже делают. Нихао – это приветствие, сисе – это спасибо. Ньожо – это говядина, яро, баранина. И так общаемся с ними, что-то на калькуляторе показываем, что-то пишем на китайском языке. Уважение к людям, которые работают в нашей стране. Главные покупатели мясных деликатесов – работники китайской корпорации, возводящей в добрши современную бумажную фабрику. Особенно бойко торговля с жителями Поднебесной на Гомельском рынке идет в выходные. И последнее. Новым фото Минска, сделанным с борта МКС, поделился космонавт Олег Новицкий. Ранее в своем аккаунте он уже публиковал ночную столицу, а сегодня на снимке город в дневное время. «Доброе утро всем землянам и особенно жителям Минска. Так выглядит столица Беларуси с борта МКС в светлое время суток», – написал космонавт. На этом у меня пока все. Далее спортивное обозрение, репортажи и эфирное видео в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. О развитии событий в 16.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok